В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Предъявите QR-код. Все ли торговые центры республики соблюдают это требование, расскажем через минуту. Золотой песок. На его незаконном вывозе преступники зарабатывали миллионы, пока не вмешались силовики. Так проще, так легче. Жильцы домов на Медхана Султана определились с управляющей компанией. Дагестанский бизнес не соблюдает условия. Почти 80% объектов предпринимательства не спрашивают у граждан QR-коды. Об этом сообщают сразу несколько изданий региона со ссылкой на заявление главы Дагестана. Более того, Сергей Меликов озвучил список супермаркетов, которые игнорируют данные требования или соблюдают их не в полной мере. Всего в списке 14 крупных торговых центров. Глава республики потребовал от чиновников, курирующих данное направление, жестких мер по исправлению ситуации. Песок на 10 миллионов рублей. Деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом песка в Кайкенском районе, пресекли силовики. Под видом восстановления русла реки Инчхи-Озинь. Они в течение пяти лет вывозили, а затем и продавали морской песок владельцам бетонных заводов и частным лицам. Следствие сейчас занимается установлением всех причастных к данному делу лиц. По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту Б, части 4, статьи 158 УК РФ, кража совершенной организованной группой в особо крупном размере. Суд арестовал 27-летнего мехмана Башаратова, который на машине сбил полицейского и прокатил его на капоте. Напомню, инцидент произошел 4 декабря на проезжей части одной из улиц Дербента. Старший инспектор ДПС попытался остановить автомобиль седьмой модели, однако водитель, проигнорировав требования, наехал на сотрудника МВД. Полицейский получил травмы и был доставлен в больницу. Как выяснилось позже, нарушитель находился под воздействием наркотиков. Успешная операция МВД по раскрытию шантажистов. 3 декабря в отдел полиции Махачкалы по Советскому району обратился 30-летний уроженец Хасавюрта. Он рассказал, что накануне вечером в его квартире двое лиц. В ходе возникшего скандала выстрелили в него из травмата. Завладели его сотовым телефоном, деньгами в сумме 3000 рублей и скрылись. Полицейскими были установлены и доставлены в отдел 24-летняя девушка и молодой человек, проживающий в Махачкале. Они рассказали, что начали общение с ним на сайте знакомств. Мужчина присылал очень откровенное фото, но закрывал на снимках лицо. Понимая, что в гаджете у него хранятся исходные варианты, злоумышленники решили завладеть его мобильным телефоном для последующего шантажа, так как в нем, по их сведению, содержались более откровенные фото. С места преступления изъят травматический пистолет. Подозреваемые задержаны и возбуждено уголовное дело. Ехья Бучаев провел личный прием граждан в рамках декады приемов «Единой России». Житель поселка Семендер Мамамаев обратился с вопросом завершения строительства школы и устранения трехсменного режима обучения в поселке. Бучаев отметил, что этот вопрос уже рассматривался ведомством с выездом на место рабочей группы. В результате совещания с представителями администрации города принято решение построить две общеобразовательные школы. Вот сейчас я при вас позвоню уточнить, на каком этапе находится согласование. Администрация города Махачкалы задание на проектирование составила, направила на согласование в дирекцию единого государственного заказчика-застройщика. Процесс этот идет. Мы эту конкурсную заявку от министерства направим. Бывшая сотрудница аграрного колледжа города Дагестанские огни Барият Абдулаева пожаловалась на новое руководство. По ее словам, с момента назначения нового директора было уволено большое количество работников, преподавателей высшей категории. В РИО министр отдал поручение провести проверку в колледже и взял этот вопрос под личный контроль. Ехнеобучаев принял еще несколько человек и по всем вопросам дал соответствующее поручение. Власти Дагестана призвали владельцев заправок снизить цены на газовое топливо. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Дагестан Резван Мурадов в интервью российской газете. По его словам, оптовая цена на газ на российском рынке снизилась с момента последнего подъема цен в стране. Но региональные предприниматели до сих пор держат цену. Уже несколько недель стоимость топлива превышает 32-33 рубля за литр. Напомним, топливный коллапс в республике начался в августе этого года, когда биржевая стоимость на газомоторное топливо в стране взлетела почти на четверть. Пострадавшие при пожаре жители домов по Амитхана Султана определились с управляющей компанией. На очередной встрече жильцы познакомились с представителями эталон-сервис, которую они выбрали для выполнения хозяйственно-эксплуатационных функций, связанных с санитарно-техническим содержанием домов. Напомним, 22 ноября в этих домах произошел взрыв газа, и жители остались без газоснабжения. В короткие сроки по инициативе мэра Махачкалы Сталмана Дадаева, который регулярно выезжал на место происшествия, компания «Газпром» газораспределение Махачкала восстановила подачу голубого топлива. Представители компании ознакомили людей с тарифным планом, списком предоставляемых услуг и первостепенными задачами, а также выслушали их пожелания. Встреча прошла в достаточно положительном ключе. В основном жильцы поддержали приход управляющей компании. Остановились на том, что мы определяем инициативную группу от жильцов, плюс проводим обследование техническое, так и документальное всех домов, и будем заниматься решением текущих проблем домов, таких жильцов конкретно локально, плюс приводить в порядок то, что того требует. Смотрите нас также на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!